Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы опять с вами в гостях в саду Сумского Национального Аграрного Университета и мы с вами поговорим о проблемах, с которыми встречается садовод-любитель в летний период. В основном это болезни, вредители, а также некоторые операции по формированию крон плодовых деревьев. Начнем с болезней. Наиболее распространенными болезнями в нашей области плодовых культур являются мучнистая роса и парша. Мучнистая роса в основном повреждает однолетние побеги и листья. Проявляется она в том, что на молодых листьях появляется такой белый мучнистый налет, поврежденные листья мучнистой росой. Со временем листики подведают, коричневеют и опадают. Основным источником инфекции этой болезни в саду являются споры этого гриба, которые зимуют на поврежденных побегах. Для того, чтобы избежать этого заболевания, надо ранней весной делать ревизию в саду и вырезать эти поврежденные побеги. Для борьбы же в летний период, то проводятся профилактические и лечащие обработки фунгицидами. Какие фунгициды можно использовать? Это фунгицид Скор, Хорус. И при обработке этим фунгицидом в баковую смесь можно добавлять карбамид. Это минеральное удобрение, которое содержит азот. Оно улучшает действие этих препаратов, которыми мы обрабатываем наши растения. И также растение получает дополнительное питание и подкормку. Вредители, которые распространены в этот период, это яблочная плодожорка. И основной вред дает еще также и тля, зеленые яблонные тля. С плодожоркой проводятся профилактические обработки. Первая обработка, как мы говорили раньше в передачах, это проводится в период начала цветения белой акации. Последующие обработки проводятся в более поздние периоды, где-то приблизительно с периодичностью через месяц. В больших промышленных садах для контроля количества вредителей, особенно такого, как яблонная плодожорка, устанавливаются феромонные ловушки. Они имеют вот такой вид домика, в который внутри вкладывается липкий вкладыш. И такая резиночка из феромоном. Этот феромон привлекает самцов мотылька яблонной плодожорки, которые летают в основном. Это ночная бабочка, которая летает ночью. И этот феромон выделяет такие самые вещества, как и самка этого мотылька. И они привлекают мотыльков самцов. На липкий вкладыш они уже у нас прилипают. Если за сутки в ловушку попало больше 5 особей, это свидетельствует о том, что начался лед этого мотылька. И уже он превышает экономический порог вредоносности. И необходимо проводить опрыскивание против этого вредителя. Еще один вредитель это зеленые яблочные тля, которые повреждают молодые листья и побеги. В результате повреждения листики деформируются, побег деформируется, крутится и приостанавливается в росте. Проблема этого вредителя в том, что он неустойчив к действию препаратов. От любого инсектицида он погибает. Но он дает очень много поколений за один сезон. За летний период с весны до осени мы можем получить до 16 поколений этого вредителя. Обработки не дают особого результата, потому как он очень быстро размножается. Бороться с этим вредителем это опять же обработки инсектицидами. Это как мы обрабатываем против плодожорки. Те самые препараты действуют и на этого вредителя. Но сейчас в летний период надо учитывать и там у каждого препарата есть так называемый строк ожидания. То есть период от обработки до начала сбора урожая. И надо выбирать препараты, которые имеют наибольший период этого ожидания. Потому как летние сорта яблони уже где-то приблизительно через месяц можно будет срывать и употреблять пищу, то надо выбирать препарат, в котором будет этот период ожидания меньше 30 дней. Чтобы остатки этого препарата не оставались в плодах, а чтобы он уже успел разложиться и не навредил нам с вами. Частота обработок, которые проводятся в садах, зависит от того, какой из инсектицидов или фунгицидов мы использовали. Если это фунгициды, то там срок действия лечащих фунгицидов приблизительно 2 недели. То есть там в каждом инструкции по использованию каждого фунгицида указывается срок его действия и частота обработок. Есть некоторые препараты, которыми можно обрабатывать только 1 раз за сезон. Есть препараты, которыми допускается 2 обработки за сезон. Есть 3 обработки за сезон. Ну, максимум 4. Фунгициды мы можем и должны использовать более часто, потому как у них срок действия короче, чем у инсектицидов. А в основном количестве инсектицидов срок действия порядка месяца. То есть следующую обработку можно проводить не ранее, чем закончится срок токсического действия препарата от предыдущей. Еще одно мероприятие, которое проводится в летний период в саду, это зеленые операции или зеленые формирования. Его смысл заключается в том, что мы вырезаем волчки, или как их еще называют жировые побеги, и удаляем конкуренты. Конкурентом у нас служит побег, который вырастает из почки ниже опекальной. Вот это у нас лидер, или побег продолжения центрального проводника, а вот этот побег у нас конкурент. Он конкурирует у нас с лидером за питательные вещества и за силу роста. Чтобы лидер был сильнее, мы этот побег берем и просто-напросто выламываем вот таким образом. Меняем его полярность. Можно его выламывать полностью, можно просто так его загнув, обломав, оставить его в таком положении. Мы поменяли его полярность, в результате вот здесь вместе с лома он одеревенеет, и здесь уже заложатся плодовые почечки. В следующем году он отплодоносит, и мы просто-напросто его вырежем, и все. Жировые побеги – это побеги, которые вырастают там, где были удалены ветки при зимней или весенней обрезке. И, значит, почему лучше всего жировые побеги удалять в этот период? Потому что питательные вещества, которые идут на их формирование, в результате пойдут на формирование плодов этого урожая, то есть у нас будет более крупный и лучше окрасится яблоко. И этим самым удалением жировых побегов в этот период мы не будем провоцировать более сильного роста дерева в эту вегетацию. Их можно или выламывать, если они еще не очень сильно одревеснели, или же мы их вырезаем секатором. Вот сильные вертикальные побеги, которые растут внутри кроны, или же которые растут внутрь, они нам не нужны. Более сильные и имеющие вертикальный рост мы вырезаем. Если срезы были очень крупными и большими, для того, чтобы избежать заражения какими-нибудь грибными заболеваниями растения, то срезы можно замазать или же садовым варом, или сделать пасту из препарата топсина М, есть такой фунгицид, и эти срезы обработать каким-нибудь из этих препаратов. Для того, чтобы каждый год быть с урожаем, есть еще одно мероприятие, которое необходимо проводить в плодовом саду. Каждому садоводу известно такое понятие, как периодичность плодоношения. Это когда в один год мы получаем обильный урожай плодов, а на второй год у нас нет ничего, деревья просто-напросто пустые. Это повязано с тем, что в один год все питательные вещества растение тратит на формирование урожая поточного года. Но плодовая почка под урожай следующего года будет закладываться у нас в июле-августе этого года. Для того, чтобы питательных веществ хватило и на формировку этих плодов, и на закладку почек плодовых под урожай следующего года, необходимо проводить такое мероприятие, как нормировка завязи. После фазы июльского опадания завязи, то есть растение само сбрасывает все лишние плоды, которые были не полностью сформированы или каким-то образом недоразвитые, поврежденные, мы проходим и вручную убираем лишнюю завязь. Идет с такого расчета, что где-то там на расстоянии между плодами должно быть где-то порядка 10-15 сантиметров. Все лишние плоды, которые у нас есть на растении, мы убираем. Выбираем, исходя из этого, когда проводим нормировочку, то убираем плоды, которые там или поврежденные, деформированные, или меньшие по размерам. Берем и лишние, или же просто обрываем, или ножницами, или секатором вырезаем. И вот у нас получается мы на этой ветке убрали два яблока. Таким образом вот у нас идут яблочки. Потом после этого переходим к следующей ветви. Вот здесь у нас так само аналогично, вы видите, да? Здесь два, здесь три. Вот это, которое более мелкое, мы тоже вырезаем. Потому как это никаким образом не повредит нашему количеству урожая. То есть количество плодов будет меньше, но те плоды, которые у нас остались, они будут более крупные, более сочные. Потому как питательных плодов уже меньшее количество у нас, да? И те питательные вещества, которые есть, будут идти только на формирование тех, которые мы оставили. Таким образом мы получим более качественный урожай в этом году и будем с урожаем на следующий год. Напоследок хочу вам пожелать, уважаемые садоводы, хороших урожая в ваших садах. И чтобы ваши растения доставляли вам как можно больше удовольствия и как можно меньше хлопот. Радовали вас вкусными и сочными плодами. Всего вам самого наилучшего. Данча! 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 Ты моя! Хочу на дачу я! Данча! 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 Ты моя! Хочу на дачу я! Мне надо что на дачу еду я! Данча! Данча! Редактор субтитров А.Семкин